как должна выглядеть ведущая филиального телеканала вот так он выглядит во первых внешность во вторых абсолютная грамотность степидианка путина это не шутки я бы не смог красный диплом дальше она стала уже еще не научной степени скоро и светит наук пока аспирант а с другой стороны вы представьте елок что она сейчас возьмет и это придет в лес как это сделали те ведущие первого канала в лес они начали большой лесной муравейник поливать и посыпать ядра представляете можете представить кто-то должен это исправлять теперь уже надо не работать надо исправлять чужие ошибки страшные а еще знаете для чего так получилось и буквально минуты назад пришло вот это письмо смотреть пришло письмо дочки нашего юрина всяческого тенкова вот и как-то только я думаю что же покажу ну по посмотрели вы полюбовались там на девушку которая практически является соучастницей в моем саду еще и как бы фото модель а дальше что а вот что посмотрите на великсеевич посреди даю дочку вот это на поток и сейчас прислала но вот и воля победила тенкова больше нагадать сами и вот до чего это говорю представляете вот если бы вдруг удалось стать ведущим всероссийского там как федерального телеканала чтобы смотрели миллионы вот каждое второе начали достижения а потом о людях то есть представляете отдельный выпуск посвященный юрия сейс футенкова а материалы вот они вопиют у меня есть все 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 о них а потом про боднара борисовича и опять у меня есть все это должна выйти со стороны потому что через все эти это не показуха будет а показ рассказ вот и тут же их секреты как и у них получились невероятное достижение невиданное неслыханное как получилось что мы немножко различаемся с боднером по технологии а лучших друзей не найти а как ее лисич который все про гетерозис а я ему все про это визу мы что от этого начали морду другу убить с огромным уважением потому что наука до сих пор не знает где гетерозис а где причина а где атомизм а у нас уже было это все готово к следующему телемосту бог знает какого он взял и умер представляете как страшно как обидно и вот уважаемая сейчас я это уважаемая елена сана савинич когда-то вся страна должна узнать об этих людях не 500 человек или даже тысяча как я рассказываю а дальше не идет вот может не скоро это случится вот поэтому я и начал с вас ну а мы георгиевич пока еще как говорим а огня нет дым с нас еще идет будем продолжать до последнего дня так и дальше учеба елена савинич задала мне три вопроса потому что сейчас это ее касается косточки у нас теперь общие вот да и судьба в какой-то степени общая и получается так косточки вот они свежие до старых год сроки и условия хранения я на самом пытался на пальцах нет подберу фотографии отдельно расскажу конечно всем вот сроки созревания ну что я скажу так уж сложилось что не один ученый наконец-то не один ученый не приехал были очень уважаемые люди других профессия на ученых садоводов не было никто не отслеживал никто не следил меня устроила допрос я вспоминал вспоминал и кроме того что филипп поздний филипп его это действительно и этот самый супер серафим вот эти два действительно срок а остальное все перемешалось так что я не смог ответить на этот вопрос если я не виноват выражайность замерить было практически невозможно потом я покажу хочу скажу пока так не побил рекорд мужушки патриарх слова 30 ветер ну вот 31 а 30 ветер уже 15 лет назад было почему не побил я вам потом ниже покажу гигантское количество плодов но они такие мелкие что все равно блесли 30 ветер а я думал будет 40 50 вот его урожайность примерно столько же дал а там тут хотя бы бедрами мерили тысячу а там не мерили половину намерили пока телеканал приезжал на съемки потом забросили видно что много но я подобрал фотографии самым мало уважаем меньше всех оказалось на академике вот именно на этом у нас она она у меня и улица и фото модель вот видите тут написано внимание академик вот весь урожай довольно жалкий по сравнению с другими деревья где-то рекорд смена где-то не жалкий но обычно что ли так можно сказать вот я как мог ответить на ваши три вопроса а